Здравствуйте! На связи ваш знакомый художник Александр Желяев. Как правильно дарить картину? Странный вопрос. Казалось бы, купил, подарил. Какие здесь могут быть вопросы и рекомендации? Но у меня возникает вопрос к вам. А вы бы хотели получить в подарок именно такую картину? Просто первую попавшуюся, которую взяли около торгового центра и принесли вам. Скорее всего, такая картина очень быстро отправится на дачу и повесят ее не в жилом помещении, а где-то на чердаке или в гараже, где вы будете все время задевать ее плечом, выходя из автомобиля. И она такая кривенькая, все время будет висеть на этой стене. И ваши друзья, когда приедут на шашлыки к вам на дачу, увидят эту картину и поймут, что, наверное, они ошиблись с подарком. Ну что ж, это, конечно, вина ваших друзей, но, понимая все это, давайте все-таки как-то более осознанно подойдем к выбору картины. И вот упомянутый мной развал, где продают картины около торгового центра, наверное, стоит обойти стороной. Почему? Если вы не разбираетесь в живописи, скорее всего, там будет трудно обнаружить более-менее достойное произведение, хотя и там они тоже попадаются. Но в основном это работы, которые рассчитаны на некий усредненный вкус, на привлечение некой яркостью своей подачи. Ну, вы даже можете, не разбирая в живости, вот сейчас я вам говорю, представьте торговую точку подобного рода. Вы сразу, у вас представляются некие березки, отражения в воде, и все выполнено такой яркой землянью. Да-да, я уже сказал, что и там можно найти хорошую работу, но в основном это вот что-то подобное. У китайской живописи, которая продается на не очень дорогих рынках, другой характер нанесения краски, потому что это делали люди с другим складом ума и темпераментом и менталитетом, но содержание и, так сказать, энергетическая наполненность примерно такая же. Это продукт массового производства, можно сказать, выполненный подобно, как это делают автомобили на конвейере. Мне кажется, прежде всего нужно вспомнить очень хорошо того человека, которому вы собираетесь сделать подарок. Мы все любим получать подарки, которые приносят нам некую радость, удовольствие. Я бы сам это хотел иметь, но дарю это другому человеку, потому что бесконечно его уважаю. Какое увлечение у этого человека? Какая у него профессия? Ну, конечно, если он хирург, мы не станем дарить ему картину подобного содержания. Но обязательно у этого человека есть увлечение или то увлечение, о котором он мечтает или когда-то увлекался парусным спортом. Я думаю, точным попаданием будет картина с содержанием какого-то парусного корабля, пробивающегося через волны, с таким синергетическим посылом, что мы все преодолеем, мы все сможем, волны, стихия, но мы идем вперед. Видите, уже даже у этой работы появляется некий подтекст, помимо образа, который он в себе несет. Если это женщина, то это хранительница очага, и картина должна излучать какой-то уют, дополнять атмосферу картины своим приятным светом, содержанием. Здесь, конечно, еще важно подумать, а есть ли для вашей картины место в этом интерьере? Не будет ли ваш подарок пятым колесом в телеге? Конечно, произведения искусства хороши сами по себе, их для ценителя не бывает много. Я был в домах, где там рамок раме висят картины, и человек знает и о чем эти работы, и кто их написал, когда он их приобретал, какое место изображено на работах. Ну, мы сейчас не говорим о таких вот любителях живописи, коллекционерах. Мы как бы больше говорим о покупателях, которые не очень разбираются в живописи, и мое видео именно для них. И поэтому прежде всего мы отталкиваемся от самого человека, или от его увлечений, от его хобби, или от его желания организовать вокруг себя уютное пространство. Когда мы говорим о уютном пространстве, такая ассоциация первого порядка – это или море, закат, или горящий камин. Но это все ассоциации первого порядка. Здесь важно не искать какой-то конкретный сюжет, а больше настроиться на то состояние, которое вы хотите увидеть. Вот мы с вами поговорили о уютной атмосфере. Это могут быть вполне какие-нибудь принадлежности для коктейлей, бутылки, но при этом изображены они в таком ярком падающем цвете, дающий контрастные цветные тени. И при этом именно такая работа будет изображать вашу идею. Здесь, как я уже сказал, не важен сам сюжет, а важно ваше ощущение. Видите, к чему мы подходим? Все-таки картину больше нужно выбирать не умом, а своим внутренним чувством. Конечно, это сложно, но больший барьер вы ставите сами себе. Вы же в своем жилье как-то организовывали пространство для своего проживания. Вы подбирали себе и хорошие портьеры, напольное покрытие. Причем говорили, вот это мне не подходит, а вот это мне нравится. Здесь ваш выбор работал в полную силу. И вы не боялись принимать решения даже на грани того, что вы могли ошибиться. Но при этом все сделано так, как вы хотели, насколько на данный момент позволяли ваши финансовые возможности. Вот перед вами сейчас возможность выбрать картину. В нашем случае вы тоже можете действовать вполне смело. Если вы сомневаетесь в своем вкусе, пригласите человека, которому доверяете. Но при этом уверяю вас, что это не должен быть консилиум из шести человек. Если вы работаете в организации, вам нужно сделать презент руководителю, поэтому ограничивайтесь экспертным мнением двух человек. Плюс вы третье лицо. Потому что если это коллектив, начнутся невероятные споры, у каждого свой вкус, свое представление о том, как должна выглядеть картина. Вы в конечном итоге запутаетесь, и всем угодить будет невозможно. Неважно, останется руководитель доволен или останется недоволен. Его улыбку будут трактовать как снисходительную, что он принял подарок со скрипом, а другие будут говорить, что он невероятно был доволен. Поэтому взять на себя ответственность, принять решение, и исходя из вышеуслышанных рекомендаций, сделать эту покупку. Как презентовать картину? Как ее подарить? Если вы сомневаетесь все-таки в своем решении о покупке, вам работа нравится, вы понимаете ее ценность, вам нравится художник, у которого вы приобрели работу, но нет понимания, есть ли точное попадание во вкусы человека, для которого вы купили картину, то картину дарят в упаковке. Красивая оберточная бумага, неважно какого размера картина, все это сейчас возможно, доступно. картонная упаковка, сверху более интересная упаковочная бумага, перевязанная лентой. И вот в таком виде преподносится подарок. Дальше, вместе с другими подарками, человек будет его потом распаковывать и принимать решение о том, понравилась ему работа или нет. Есть, конечно, возможность подарить картину открыто, если тем более в ней есть какой-то смысл. Мы с вами говорили о паруснике, несущемся по волнам, возможно, это изображение маяка среди бушующих волн. И вот вы в момент дарения говорите о том, что стойкость, символ, маяк, светит в темноте, тонущим и идущим на свет кораблям. И все это ты, дорогой наш юбиляр. Ну, вообще, если у вас есть затруднения в том, чтобы сочинить некую фабулу для того, чтобы преподнести работу, ну, обращайтесь непосредственно к художнику. Во всяком случае, он часто знает, какой смысл он закладывал в работу. Во всяком случае, у меня, например, с этим нет проблемы. Я могу досочинить вот этот презентационный текст для картины, которую у меня приобретают. Еще один способ подачи, это преподнести картину как некий VIP-продукт, как элемент роскоши. Как это делается? Картина оформляется, даже небольшой размер картины, 30 на 40 сантиметров, оформляется в очень красивую багетную раму, и картина кладется в чемоданчик, на котором золотыми буквами написано «Золотая коллекция художника и фамилия художника». При этом вместе с картиной в чемоданчик кладутся и белые перчатки. И вот когда наступает момент дарения, вносят этот чемоданчик с золотыми буквами. Это все можно сделать за подробностями, обращайтесь в личные сообщения. Чемоданчик вскрывается, замочки щелкают, открывается, и тот, кто собирается подарить картину, может отложить, конечно, перчатки в стороны белые, но их наличие говорит о неком величии того, что находится в этом чемоданчике. А может одеть и достать картину из чемоданчика уже в белых перчатках. Соответственно, такая подача даже, в принципе, не важно, что изображено на этой картине. Сам антураж диктует и самому юбиляру, и всем присутствующим в зале, что они имеют дело с неким произведением искусства, которое вы, как даритель, очень сильно бережете и относитесь к нему как большой драгоценности. возможно, кто-то из гостей будет снисходительно улыбаться, поймет некую игру, которую вы затеяли с этими перчатками и с таким образом дарением картины, но при этом эффект от этого все равно есть. Вы сами обозначаете дороговизну подарка, который вручаете. Согласитесь, что предметы роскоши всегда имеют вот такую богатую упаковку. Итак, три варианта подарить картину. Это в упаковке и здесь весь акцент на том, что вы дарите нечто и хотите интригу сохранить до того момента, пока сам человек не распакует подарок. Во втором случае, когда мы дарим картину открыто, весь акцент смещается на сам смысл картины, на сам смысл подарка. И здесь его обязательно нужно успеть проговорить за тостом или непосредственно самому человеку, который вы дарите, чтобы этот смысл был зафиксирован им, ну, может быть, частью гостей, которые услышат ваш посыл, потому что тогда нет смысла дарить подарок открыто. Ну, а в третьем случае это некое театральное представление и здесь вы должны сами вести себя уверенно, презентовать работу уверенно и, как вы понимаете, здесь весь смысл ложится именно на успехи самой презентации. Насколько театрально вы ее проведете, настолько и будет сила того подарка, который вы вручаете. Уверен, что и сам человек, который получит подарок, будет его ценить именно так, какова будет подача. Вот такова моя рекомендация по вручению картины. Если вам этой информации недостаточно, пожалуйста, задайте мне дополнительные вопросы, я постараюсь на них ответить или помочь вам разработать некий сценарий вручения картины вашему юбиляру. Безусловно, здесь я не могу обойти внимание самого себя, приглашаю вас на свой сайт alexjiv.com, где вы можете выбрать картину, которая будет соответствовать всем вашим задачам. Если вы не увидели в портфолио такой картины, опять же, свяжитесь со мной, я постараюсь вашу задачу решить. Единственное, в чем мы не договоримся, я не смогу написать картину в стиле голландской живописи, я могу, но сейчас это не является моей приоритетной техникой, и я не работаю каких-то жанров, которых мне приходится думать не над содержанием картины, а именно над тем, как я должен соответствовать какому-то выбранному вами стилю. То есть все направления, в которых я работаю, представлены в портфолио, и именно в этом жанре я могу сделать картину по вашей задаче. Так что, думаю, договоримся. друзья, вы в моем аналоге часто слышали слово юбиляр, но это не обозначает, что мы можем ограничиваться только такими характеристиками, выбирая подарок. Парень дарит картину девушке, девушка ищет подарок для своего избранника, никаких ограничений нет, обращайтесь. Итак, на связи был ваш знакомый художник Александр Желяев. До встречи!